Мастера из Харбина открыли фестиваль снежных и ледяных скульптур в Москве. Прозрачные фигуры, блистающие в огнях яркой подсветки, украсили столичный парк Сокольники. Однако погода внесла свои коррективы. Плюсовая температура едва не помешала выставке. О празднике зимы под дождем расскажет наш собственный корреспондент Евгения Стрыгина. Москва встретила мастеров ледяной скульптуры из Харбина. Время очень тепло, даже слишком. На улице нетипичные для предновогодних дней. Плюс семь. Приходится работать ночами, в это время немного прохладнее, а утром мы накрываем фигуры полиэтиленовой пленкой, иначе растает. В таких условиях твердый материал становится податливым и хрупким. Если нарезку еще нужны усилия, то детали требуют внимания и осторожности. Тут главное не повредить конструкцию. Кубики кристально чистого натурального строительного материала в Москву везли издалека. С самого глубокого озера планеты Байкала на скульптуры ушло 10 тонн льда. У каждого художника с собой целый набор инструментов. В основном это острые дрели и ножи с плоскими лезвиями. Это специальный инструмент для создания угловых форм. С его помощью я аккуратно обтачиваю лед. Иногда работаю по эскизу, а иногда импровизирую. Та же кисть, только рисует она замерзшие картины. И раз уж на улице почти весна, то самое время распуститься цветам. Удивительно, как из такого простого материала, по сути это же просто вода, лед, другое состояние воды, получается за несколько секунд удивительное произведение искусства. Мифические сюжеты, герои сказок, драконы, единороги, спортивная атрибутика олимпийских игр. Все это угадывается в очертаниях спустя много часов кропотливой работы. Город Харбин традиционно развит мастерством производства этих ледяных скульптур. Они каждый год проводят очень большие торжественные фестивали. И в этот раз они первый раз за всю историю вывозят свой фестиваль за рубеж. А первая страна, куда они везут, это не кто иной, а Россия. Китайская сторона, сделав подарок России, подвела итоги череды мероприятий по случаю 70-летних дипломатических отношений. Организаторы фестиваля в знак благодарности постараются максимально продлить праздник. У нас есть небольшой сюрприз. Две тонны льда мы специально сохранили в морозильниках, а это значит появятся новые скульптуры в ближайшее время. Противостоять зимние оттепели китайские скульпторы будут до середины января, а затем отправятся в Харбин на главный и самый масштабный мировой фестиваль снега и льда. Евгения Астрогина, Павел Глазунов, Аяна Сергеева, CGTN, Москва.